Сегодня с утра я выгнал в окошко, я понял, что погода приподняла сюрприз. Сюрприз для лыжников. Сегодня выпил офигенный снег, сухой снег. Достаточно его много, потому что нога скрывается, ботинок целый. Достаточно для того, чтобы не поцарапать скользяк. Сегодня я в одних из наилучших лыж. Это баконтрейные лыжи, траверсы. Хорошие самые лыжи для ПВД походов, для походов с рюкзаком. Потому что они узкие, у них есть накат хороший и они хорошо держат. Как раз для таких вот полей, для оврагов, для горочек таких, для нашей местности это одни из лучших лыж. Товарищ мой тоже такие же купил. Сегодня я ему с утра крепление приделал, все сделал. Вот, когда-нибудь с ним тоже выйдем. Сегодня будет мой маршрут, как обычно, через леса, по Ельским тропинкам. Дорогам, не тропинкам, а там целые дороги в лесу есть. И там поснимаю пейзажи со снегом. А выйду я вон там. Это деревня Любовцова. Сделаю вот так вот круг и выйду там вот. И приду сюда, к машине. Сегодня такая погода. Ветра нету. Тут куда-то трактор уже проехал. Сейчас вот пойду рядом. Какой же кайф, когда едешь вот так вот, слышишь звуки хрустящего снега. Здесь, где бывает поглубже, как лыжи, врезаются под снег, как они всплывают. Здесь вот выдало чуть-чуть снегом. А там вот с правой стороны стоит гул от машин. Люди работают. А здесь умиротворение. Покой, тишина, релакс. Вот она, свобода. Да, но телефон, конечно, не передает этого кайфа, когда лыжи появляются, всплывают из-под снега. Вот как они его прорезают, вот этот снег. Такая красота. В общем, я от этого, конечно, кайфую. А вот если бы он был бы морозить, он бы шуршал бы даже. Чем хороши эти туристические лыжи? Ну, в нашей местности нет накатанных трасс для лыжников. Только в Портвино там есть трассы интересные. Вот, для меня здесь интересного, и какие трассы и существуют, нету. А чем хороши туристические лыжи, они дают тебе полную свободу. Ты не ограничен, что кто-то где-то накатал, затропил, и ты тупо по этой лыжне двигаешься по кругу или прямо там, без разницы. А я могу ходить, где я хочу. Там, где мне нравится. А вот от этого кайф и происходит. Когда ты можешь увидеть зверей, птиц, новые места, которых ты не увидишь на трассе, которая ограничивается небольшим кругом. Даже вот такое можно увидеть. Пока. Вот такую красоту я сейчас наблюдаю. И снег пошел, полепил хлопьями. Вот я захожу с поля в лес. Тут ветерок должен чуть-чуть утихнуть. И будет чуть поспокойнее. То, что вот видно по растениям, дует легкий ветер. Вообще кайф. Несмотря на то, что солнца нет, вот такое блаженство. Вот этот снег теперь ищет пошел. Двигаюсь я по следу от трактора. Лыжи у него вообще офигенно катят. Сегодня лыжи не стал смазывать. Ну, потому что снег рыхлый, свежий. Они по нему хорошо идут. И по накатанному вот этому, и по рыхлячку отлично идут. Может быть, мне сегодня удастся увижу какое-нибудь животное. А может быть и нет. Хотя здесь лоси бегают. Вот здесь такая красота. Такой лес, елочки в снегу. Я двигаюсь вперед. Вот сейчас передвигаюсь вдоль леса. Тоже под лесок на поле вырос. Что-то мои лыжи тут совсем потонули. Вообще не всплывают. Я чувствую, тут уже надо 98-е одевать. Которые шире в два раза, чем эти, блин. Что тут дофига в этом месте снега. Как-то он неравномерно нападал. Там на поле меньше. Здесь больше. Я вот так вот иду. Вот такая колея. Второй снег выпал. Надо шире брать одевать. В следующий раз 98-е я одену. Вот передвигаюсь к такому тоннелю. Это границы ельника соснового леса. И смешанного леса. Между ними направление. Есть направление. Дорог такая. Охотников. Вот я по ней сейчас иду. Здесь круто, конечно. Но снегу все равно дофига. Дофига. Надо было широкие лыжи делать. Я думал, снегу меньше. Просто тонут они. Чуть-чуть сложнее. Передвигаются по глубокому снегу. В широких полегче было. Не так бы тонули. Либо кто-то еще был бы. Менялся бы трапежкой. Вот такой вот лес. Все завалено бурелом. Все загнуто. Монохром. Кстати, вот этот монохром, конечно, он и успокаивает. То, что нет множества красок таких, которые на башку влияют. Вот только пару цветов здесь есть. Он еще зеленый такой. Но даже не видно, что он зеленый. Все вот это успокаивает. Благоприятно влияет на мое сознание. А вот здесь вот должны быть такие слова из этого. Не знаю, какой это чувак там наговаривал, что его уже это все не беспокоит, что он стремится к высшему. Но мне сложно их процитировать. В космос ты летишь. Мне на это насрать, понимаешь? Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов, миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного всеединства существа, бесконечно вечно. Куда ни посмотри, хоть глубь бесконечно малая, хоть ввысь бесконечно большой, понимаешь? А ты мне опять со своими там это иди, суетись дальше. Это твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания, ощущения твоей природы, понимаешь? Он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже глубокий старец бессмертный или там уже почти бессмертный, который на этой планете от ее самого зарождения, еще когда только солнце, только... Снег. Фух. Вон, как красиво падает. Зверей пока не попало с меня. Фух. Вот на осине вот эти следы, это следы от рогов. Оленей, косуль, или кто там. Они трутся. Таким вот образом. Ой. Приходится подъебаться. Так, сейчас я должен в скором времени куда-то подъехать. По-моему, к горке какой-то. Если у меня память не изменяет. Вот такой завал мне прерождает путь. Это уже второй. Второй на 30 метров. Вон он был первый. И обошел его. Сейчас этот буду обходить. Мне кажется, там он впереди. Уже сейчас начнется горка. Подъехал к такому ручью. Конечно, здесь все завалено. Все белым, белым, белым. В общем, сейчас поднимусь на горку. И там будет ельник такой. Посадки. Сквозь него и пройду. И будет поле. Дорога направо и налево. Я пойду налево. И она пойдет в Любовцово. А прямо будет, по-моему, к аэродрому в Улыбкино. А направо, это в сторону туда вот. Портвино. Оболенского. Вот на пути встретился. Уже не знаю какой. Пятый или шестой пропил. Это упал дуб. Деловая древесина. Метра, наверное, два с половиной. Блин, приехать что ли? Попилить на слэбы. Вот он кусок. Около метра. И вон еще. Тоже 80-90 сантиметров валяется. Практически не гнилые. Только вот в одном месте. Есть отверстие гнилое. Но для слэба, для стола будет офигенно. Туда что-нибудь положить, залить. И бакси дочкой. На волокушек можно тут сколько? На три листа его развалить. Или на два. Можно вывести. Отсюда можно заехать. И оттуда. В общем, двигаюсь дальше. Вот он. Прямейший туннель. Это так радует глаз. Вот он идет оттуда. Вот я прошел метров, наверное, 50-70, наверное. Тут горочка такая. А тут уже ровно идет. И он совершенно прямой. Вот это очень круто. Тут у него, наверное, метров 200-250, наверное. Все-таки сегодня зверя я увидел. Увидел ласку. Она уже под снег убралась. Вот здесь вот она лазила под этим бревном. А, вон, нырнула туда. Вот ее следы. Вон туда ее нырнула дырочка. Тут, наверное, просто ветки лежат. А это вот шалаш. Зафигачили. Это выпиливает, наверное, подлесок. То есть такие могучие, видите, стоят рогатулины. А я вот двигаюсь туда дальше. Вниз спускаюсь уже. Снег подлипать на лыжи стал. Наверное, теплее стало. Вот такой молоднячок березовый стоит, паршивенький. Из него не попадаются такие одинокие елочки под снегом. Я двигаюсь прямо по тоннелю. Ой, ну здесь уже пошла какая-то дичь. Походу, я заблудился. Не дошел я, видать. На дороге. Там вот есть дорога туда уходит. Может, туда перейти попробовать. Может, там есть. Тут, похоже, что овраг находится. А тут, ну, дороги уже нету ни хрена. Наверное, какую-то я часть не дошел к дороге и рано повернул. А дорога была на эту делянку. Пойдет чуть возвращаться, наверное. И держаться левее, если будет там какая-то дорога или направление. Но тут уже просто вот такой вот трешак. Просто треш. Не знаю, какой ширины этот лес. Иду пока пешком. Лыжи несу на плече. Но иду вот вдоль оврага. Там вот я слышал, где-то впереди собаки ловили. Просто, возможно, этот лес, если пройти, там будет поле. Но вот какой ширины этот лес, я даже посмотреть не могу. Потому что все заглючены программы. Иду я. А тут вот оно что. О, кабаны что ли тут порылись. Что-то меня это совсем не радует. Я прямо иду по этому ручью и оврагу. И тут такие эти разрытые пятаки. Впереди, блин, как мне на них не нарваться. Сейчас. Продолжение следует...